С открытием ледовой арены в Сечневе восстановлена справедливость. Дело в том, что спортивный комплекс в селе появился давно, еще в 2009 году. В Олимпийских надеждах, так он называется, есть все, бассейн, секции, а вот в хоккее до сих пор продолжали гонять на замерзших реках и на коробке. Ну а весной и летом все занятия сводились только к земле. То ли дело сейчас, когда даже в жаркий день можно размяться на льду. Свою оценку подарку дают профессионалы. Я сколько фокус знаю уже, по вечерам, когда проводится массовое катание, то народу очень много. Люди приходят, любят коньки, лед, с удовольствием катаются от мала до велика. Так что это очень для здоровья, для души, для времяпровождения приятного. Это очень удобное дело. На звездной арене глава региона делает первое вбрасывание. Сегодня на льду проходит первый летний матч по хоккею, теперь уже в новой сельской истории. В комплексе есть и другие секции. На втором этаже Валерий Шанцев демонстрирует мастерство в бильярде. Рядом с бильярдным столом разложены маты. На них свои приемчики отрабатывают самбисты, которым теперь никто не мешает заниматься, не придется двигать маты с места на место. Получше здесь условия, здесь борцовский ковер, отдельно все, побольше места, поудобнее. Все отлично. Раньше где занимались? Вот в спорткомнике, в соседнем здании. Там как? Ну там плохо, там футбольный зал вместе. Да, иногда бывает мешает, здесь удобно работать и все хорошо. На первом этаже есть тренажерный зал. Он разделен на несколько зон для штангистов, тренажер для жима лежа, рядом беговые дорожки для разминки и станок для армрестлинга. Каждый находит свои плюсы в открытии нового комплекса. Тренируюсь каждый день. Ну а раньше как без него жилось? А, ну хуже. На улице, думаю, например, спел. Я занимался в спорткомплексе, и там занимаюсь плаванием. И в Фоке начал тоже заниматься. Ну, хорошо, мне нравится. Что здесь нравится? Что здесь нравится? Ну то, что у нас построили круглогодичный лед построили, то, что тоже это круто. То, что больше виду спорта будет у нас развиваться в нашем селе, это очень хорошо, мне понравилось очень. Программа по строительству Фоков давно доказала свою состоятельность. С седьмого года количество спортсменов в регионе увеличилось в три раза. Для одних это место, где можно заняться физкультурой, для других кузнец и чемпионов. Все чинови уже воспитали чемпионов области по самбо. А всего только в 14-м году на международных турнирах по разным видам спорта нижегородцы завоевали 170 медалей. Поэтому Фоки так ждут. Правильное направление выбрали. Потому что задача вырастить и воспитать здоровое, хорошо образованное, духовно богатое поколение – это задача номер один. Можно говорить о любом потенциале, но человеческий потенциал, его никуда не денешь для того, чтобы быть на передовых позициях. До конца года откроется еще пять ФОКов в Навашине, Городце, Починках и два в Нижнем Новгороде. Тогда останется построить всего 12 комплексов, чтобы закончить первый этап программы. Затем работа продолжится, поскольку многие районы уже просят построить им второй ФОК. Из Сеченовского района на Антон Ганин, Михаил Верняков, Объективно, ННТВ.